девочки всем привет меня зовут света и вы находитесь на моем канале сегодняшнее видео хочу посвятить тому что хочу ответить на вопросы одного тега но перед тем как поговорить о теге хочу рассказать о том изделие которое буду вязать и отвечать на вопросики это вот такая вот шапочка которую я вижу для себя шапочка довольно простая вяжу по мастер-классу девочки из канала надень шапку классный мастер-класс классная шапочка получится и соответственно хозяйка этого канала тоже прекрасная девушка которая очень хорошо вяжет вижу из пряжи magic называется пряжа galaxy здесь девочки у меня 59 19 цвет пряжи 213 метров на 100 грамм вот 49 процентов шерсть 51 процент акрил в общем вяжу вяжу шапочку для себя и сегодня буду уже начинать балаклавы все наверное знают что я вязала балаклавы на заказ и мне поступило еще три заказа тоже черного цвета возможно я их просто покажу но вязать там и много чего говорить о них не буду потому что опять-таки черного цвета и во первых и картинка не яркая и как бы вязать тоже смотреть не интересно в общем пока у меня идет прямое полотно я буду отвечать на вопросы тега и потихонечку вязать автор тега алена абель почему я выбрала именно этот тег потому что вопросы понравились мне именно в контексте моих сегодняшних работ так как я сейчас вот ну стала более активно вязать на заказ поэтому эти вопросы мне показались для меня актуальными итак первый вопрос тега вязание на заказ для вас это развитие в творчестве реклама или просто желание заработать но на данный момент девочки для меня это желание заработать говорю как есть зарплаты у нас маленькие наши государства не балует нас хорошими зарплатами потребности у нас как говорится если они остаются и цены огромные цены растут в общем денег не хватает приходится зарабатывать конечно если бы у меня хватало моей зарплаты я бы может и вряд ли вязала бы на заказ как бы как сказать для саморазвития нет сама развиваться можно и изготавливая только для себя работы или там для своих близких а вяжем в основном все вяжут на заказ для того чтобы пополнить свой кошелечек скажем так второй вопрос как вы начали вязать на заказ делали ли рекламу на других сайтах например ярмарка мастеров инстаграм одноклассники или это было как-то иначе нет я рекламу никакую не делала просто потому как я начинала вязать довольно давно когда я еще не не была таким активным пользователем интернета и вязала просто по сарафанному радио связала кому-то понравилось они рассказали обо мне другим пришли другие рассказали еще кому-то и таким образом люди узнали о моем вязании кому-то понравилось кому-то возможно и нет кто не вернулся ко мне больше но были такие клиенты которые вязали у меня довольно долго и активно и им нравились мои работы в общем я им очень благодарна за то что заказывали за то что хорошо отзывались за то что рассказывали обо мне другим и то есть помогали мне заработать денежку и в общем продвигать свою работу дальше в общем узнали о моих работах в основном по сарафанному радио третий вопрос вы вяжете всегда из пряжи заказчика или только из пряжи которую приобретаете сами и почему я вижу как из пряжи заказчика так и из пряжи той которую могу приобрести сама почему потому что есть многие заказчики у которых пряжа уже есть наличие либо они ее ранее приобретали либо она просто им понравилась где-то они купили и решили связать из нее что-то и соответственно они уже приходят ко мне со своей пряжей и просят подобрать изделие под свою пряжу возможно у кого-то уже есть готовое изделие ну готовое в плане мыслей да что они пришли с определенным изделием там в своих мыслях уже и хотят что-то такое особенное и пряжа подходит и все и приходят им именно вот с такими пожеланиями были у меня клиенты которые приобретали там очень дорогую пряжу типа того что ангура там дорогая кидмохер на шелке и подбирали эту пряжу в зависимости от того то есть какое изделие выбирали например вот увидели в каком-нибудь дорогом магазине там красивую кофточку и решили связать такую же и соответственно подобрали пряжу под нее пришли ко мне чтобы я связала и вот вот так вот были у меня заказы и вот эти клиентки выбрав определенное изделие обращаются ко мне чтобы я им связала и при этом говорят что они ничего не понимают в пряже для них вся пряжа одинаковая и просто хотят подобрать пряжу хорошего там качества допустим дорогую или же наоборот недорогую но более менее такую приятную и там по цене по количеству и просит меня все это сделать я соответственно тоже иду на этот шаг и помогаю своим заказчицам подобрать пряжу покупаю ее и потом уже мы вяжем изделие бывает так что вместе заказываем пряжу если нету ее в наличии там допустим у нас магазинах заказываем пряжу в интернет-магазине получаем и ту же вяжем свое изделие четвертый вопрос вы выполняете заказ всегда четко в срок или раньше за дополнительный бонус или даже позже но здесь тоже могу сказать что нет конкретно таких вот сроков но однако всегда когда я начинаю делать заказ я говорю там девочкам допустим я буду вязать неделю плюс минус один-два дня так как я человек работающий я работаю у меня есть домашние дела и какие-то возможно будут непредвиденные дела которые могут отодвинуть сроки там мои до на пару дней и поэтому я всегда оговариваю с клиентом этот момент чтобы они знали к чему быть готовым и но все-таки стараясь всегда за закончить в срок там неделя так неделя но если у меня получается закончить раньше это конечно бывает очень приятно для клиента они очень бывают рады благодарят и я думаю это только плюс а также бывают такие клиенты которым допустим нужно срочно выполнить какую-то работу они меня об этом просят и предлагают оплатить дополнительно за срочность я не отказываюсь и стараюсь уже тоже досрочно выполнить этот заказ если я беру плату если же я понимаю что я просто не успею выполнить этот заказ я всегда говорю я не хочу вас обнадеживать я не успею в общем вот так вот у меня это происходит но там уже дело клиента согласиться на то чтобы заказывать у меня или найти другого исполнителя заказа пятый вопрос как вы определяете рассчитывайте цену вашей работы например по метражу коэффициент сложности узор темная пряжа или как-то иначе давным-давно девочки когда еще не умела высчитывать как бы не знала как рассчитывать стоимость изделия я брала стабильно там допустим платье 1000 рублей там но по тем деньгам до кофта там допустим 500 рублей носочки там 100 рублей так далее это я как вы понимаете такие сейчас говорю например не то что было на самом деле что я брала именно такие цены вот и позже уже я стала понимать что это неудобно как не так и клиенту потому что у пряжи каждый разный метраж разное качество разная сложность исполнения изделия и мы стали уже договариваться таким образом что стали рассчитывать стоимость работы по метражу там допустим два рубля за один метр или два с половиной рубля за один метр плюс там если человек хочет какие-то дополнительные выкрутасы да но там уже добавляем вот примерно так рассчитывается сложность выполнения да это тоже учитывается я думаю это будет правильно потому что есть клиенты которые хотят просто вязаное платье лицевую гладью там регланом сверху и так далее а есть которые хотят там с определенным кроем каким-то интересным или с какими-то выточками узорами там подрезами да чем угодно и я думаю будет справедливо если на этот счет мы тоже будем добавлять определенную плату вот следующий вопрос шестой у вас четкий приз курант или с вами можно торговаться да нет и почему со мной можно девочки торговаться ну то есть как принципе клиенты со мной не торгуются я им говорю там допустим у вас за изделие выходит в итоге там 1470 рублей но я всегда округляю в пользу клиента ну пусть это будет 1400 рублей плюс там я покупаю пуговку за свой счет мне кажется это будет приятный бонус для клиента девочки я сейчас оговорюсь что это только мой случай я никому не навязываю ни с кого не беру пример я делаю так как считаю нужным так как считаю правильным и возможным для себя если я считаю что в этот момент невозможно там не могу по каким-то причинам купить для для клиента своего пуговицы либо считаю просто ненужным это делать я конечно же это не буду делать и не собираюсь ни перед кем оправдываться просто я так считаю нужным если же я вижу но просто клиент вызывает у меня симпатию либо идет на какие-то уступки но это тоже такой психологический фактор да девочки если клиент допустим вызывает у меня как я сказала симпатию там возможно я понимаю что у него есть какие-то материальные трудности я всегда иду на уступки то есть не то что мы торгуемся мы просто идем друг другу на уступки а есть также такой момент что когда я ту же самую цену озвучу да за говорю что стоимость работы будет 1470 рублей то есть клиент без всяких разговоров платит не 1500 но это тоже приятный момент для меня то есть есть и такие моменты и такие тому и этому есть место в этом деле следующий вопрос за выполнение заказа вы берете стопроцентную 50 процентную предоплату или работаете как-то иначе я всегда работаю таким образом сейчас объясню как то есть дабы исключить то что когда заказ будет выполнен клиент скажет что мне не нравится и верните мне деньги я делаю таким образом я то есть беру либо если я беру его пряжу я беру пряжу или допустим беру деньги на пряжу начинаю вязать и получаю оплату только тогда когда сделаю заказ клиент его возьмет оценит посмотрит померит останется довольным только тогда я беру полностью оплату за этот заказ хочу сказать о том что девочки я же не вижу то есть онлайн да и через сети там не посылаю куда-то я вижу именно тем клиентам с которыми могу увидеться с которыми могу поговорить которые ко мне сами приходят я не отсылаю изделие своей там куда-то не беру заказы через интернет я один на один разговариваю со своим клиентом общаюсь и точно также отдаю ему изделие вот и соответственно если клиенту понравился заказ если все выполнено так как он хотел тогда уже я беру оплату ту которую мы оговаривали за работу за пряжу то есть я как сказала уже было оплачено заранее вот и в этих случаях не возникает никакого недовольства не у меня не о клиент не у клиента да и все все проходит по-честному и все остаются довольны вот ну конечно если бы я вижу вязала и отсылала свои работы через интернет возможно невозможно сто процентов я была брала бы предоплату какую-то чтобы себя оградить от каких-то таких обманах да или не чисто плотных на совесть клиентов ну а так как я их вижу большинство клиентов я даже знаю где они живут я знаю их номера поэтому я вижу полностью и потом уже беру оплату за свою работу следующий вопрос если заказ сложный необычный для вас например по технике исполнения вы возьметесь за работу или откажетесь но все зависит наверное от клиента я очень люблю выполнять сложные заказы как вот вопросе сказано с такой необычной сложной техника исполнения мне это только интересно мне я очень люблю возиться с такими заказами и прям с интересом за них берусь с интересом работаю и заканчиваю и не то чтобы сказать я даже цену не повышаю за эти моменты особо но есть моменты которые допустим не с трудом даются да за это я могу повысить оплату но если все это мне интересно и не вызывает особого труда я стараюсь не поднимать цену но берусь с удовольствием и делаю с удовольствием потому что мне это просто интересно для самой себя не то что монотонная там вещи вяжется там лицевыми петлями хотя они тоже довольно интересно вот как в данном варианте да с удовольствием вижу но в принципе я все свои заказы вижу с удовольствием и начинаю с радостью и возможно поэтому мои клиенты всегда остаются почти почти всегда остаются довольны выполненной работой потому что я все делаю с удовольствием для того чтобы их порадовать и ну и конечно это моё лицо я хочу чтобы моё лицо оставалось достойным данном случае чтобы не было каких-то кривотолков или недоразумений следующий вопрос вы всегда выбираете стоп на сто процентов волю заказчика например если это неподходящие пуговицы или предлагаете друг другой вариант или убеждаете в основном стараюсь всегда сто процентов выполнить волю заказчика у меня очень много раз были такие заказы когда заказ который я принимала мне не нравился ну фасон там пряжа то как сидит но заказчик был в восторге ему это все нравилось там пуговицы узор то как сидит конструктивные линии но все все нравилось ну просто девочки у нас же разный вкус допустим определенную вещь я бы никогда в жизни не одела а другой человек надевает ее с удовольствием и носит и радуется точно так же я оцениваю и те заказы которые принимаю то есть возможно этому человеку все это нравится возможно у него лучше вкус возможно у него такие обстоятельства чтобы носить именно эту вещь поэтому если клиент со мной советуется если просит моего совета или там чтобы я что-то предложила я конечно же предлагаю но право выбора всегда оставляю за клиентом окончательный выбор делает всегда клиент это как бы предотвращает в дальнейшем какую-то негативную реакцию ко мне в плане того чтобы клиент потом не сказал а вот это же вы мне сказали мне это не нравится это ваша вина переделывайте это тоже вот немаловажную роль играет поэтому я предлагаю я могу посоветовать но право выбора всегда оставлю за клиентом то есть окончательный выбор всегда будет за клиентом следующий вопрос был ли у вас негативный опыт вязания на заказ расскажите коротко об этом я уже ранее отвечала там на теги и свои собственные теги и теги девочек и рассказывала уже о негативном опыте вязания не будут там их вспоминать кто хочет можете посмотреть мои видео мои теги и вы услышите ответ на этот вопрос скажу просто просто я сталкивалась были такие случаи с людьми которые просто были непорядочные и заказ и мне нравился не потому что я его плохо выполнила но в моем случае да просто люди были непорядочные не буду их называть не буду вспоминать заказы например вижу я человеку да по окончании работы он говорит я тебе не заплачу там 300 рублей я тебе там 200 рублей хватит тебе или допустим я вижу модель которая полностью человека устраивает в течение всего процесса да пока я вижу делаю примерки там оговариваем какие-то моменты все нравится и потом вдруг на последней примерке когда ты уже там пришила пуговицы окончательно закрепила швы и кончики клиент говорит ой нет это совсем не то что я хотела я думаю что это не моя вина просто была вина того человека которого уже изначально была цель получить красивую модель и за нее не заплатить вот так вот наверное отвечу на этот вопрос но есть многие люди я знаю что очень многие люди есть которые хотят вещь какую-то но не хотят за нее заплатить у меня были такие моменты что мои близкие знакомые даже как бы сказать дальние родственники видя на моей страничке мои красивые бактусы шали или там какую-то другую модель говорили я хочу точно такое же класс почему бы нет я сразу говорю так как вы там для меня не последний человек там вы мой родственник там родственница да я возьму только за пряжу и тут тишина все то есть получается так что когда я говорю что нужно заплатить определенную сумму даже не за работу только за пряжу человек понимает но я же хотел совсем бесплатно типа того получается так но почему я должна собственно взять и подарить человеку который для меня особо много чего не значит в моей жизни взять и подарить то за что я заплатила там определенную сумму денег я думаю это человек который просит какое-то изделие он должен учитывать это да есть для меня совершенно посторонние люди которые которых я уважаю которых я ценю которые для меня тоже немало хорошего в жизни делают вот таким людям я могу подарить свою модель а в данном случае нет так но на этот вопрос я думаю еще предстоит ответить сейчас перейдем к следующему вопросу вяжите ли вы на заказ для своих родных и берете ли за это деньги вот как раз это тот вопрос о котором я сказала да ранее уже начала на него как бы отвечать есть такие родные которые сразу говорят свяжи мне там определенную модель но я хочу себе себе оплатить или там я сразу говорю за работу я не возьму так как там ты моя родственница то возьми пряжу купи пряжу или с кем не денежку на пряжу там допустим я сама ее куплю но за работу я не возьму ок согласны все отлично делаем вяжем с удовольствием иду на уступки а есть как я уже говорила ранее которые не хотят платить не за пряжу не за работу а просто хотят получить вещь в подарок и в принципе девочки почему-то всегда получается так что эти эти клиенты оказываются теми людьми которые в моей жизни абсолютно ничего не значит и ничего для меня не представляют они просто на халяву хотят получить хорошую вещь но не знаю я считаю правильным будет не идти на поводу и не делать этого если я захочу кому-нибудь подарить вещь свою вязаную я с удовольствием подарю будь то родственник будь то посторонний человек если этот человек для меня близок если я его уважаю и ценю я с удовольствием подарю вещь но если я не считаю нужным этого делать то неважно родственником или кто бы не был и так следующий и последний вопрос этого тега ваши пожелания зрителям которые только хотят начать вязать на заказ вязать на заказ или все-таки нет я считаю что вязать девочки а почему бы нет это все-таки опыт все что мы делаем жизни вяжем там рисуем готовим чтобы это не было это все опыт я считаю что такой опыт тоже необходим получится у вас связать на заказ отлично это же хорошо будете зарабатывать будете нарабатывать опыт иметь много знакомств и так далее не получится у вас вязать на заказ не сможете но будете вязать для себя но будете понимать что уже вязание на заказ это не ваша тема поэтому я считаю что в жизни надо попробовать все если у вас получится то это будет просто отлично не получится но будем заниматься тем что будет получаться у нас лучше ну вот девочки потихонечку повязала свою шапочку связала я думаю уже определенное количество то есть то количество которое необходимо мне чтобы уже делать закрытие я сейчас ее примерю и буду уже смотреть надо ли мне делать закрытие или нет вот я хочу поблагодарить алену абель за прекрасные вопросы очень люблю отвечать на вопросы которые в которые надо вдумываться на которые надо отвечать так размышляя да я прошу прощения если кого-то обидела это своими ответами в общем последнее время я работаю над разработкой своему своего собственного тега пока не скажу чему он будет посвящен потому что еще сама точно не знаю есть несколько вариантов и то есть у меня есть уже несколько вопросов почему разработкой девочки я не хочу ставить вопросы пустые и ненужные я хочу чтобы вопросы были интересны как и ответчику как в суде сейчас сказала я хочу чтобы вопросы были интересны как мне так слушателю так и тому кто будет на них отвечать ведь когда мы отвечаем на вопросы нам ведь тоже интересно рассказать там о себе что-то или ответить поднять в своем теге определенную тематику так и тому кто будет слушать чтобы он не переключил видео и сказал вопросы какие-то пустые и ненужные я хочу чтобы вопросы были именно нужные и интересные да я бы тоже хотела чтобы на вопросы моего тега поотвечали такие знаменитые блогеры которые давно вяжут и хорошо вяжут которых я уважаю и всегда смотрю но возможно пока это для меня еще недостижимо а возможно и будет в скором времени во всяком случае я буду благодарна всем тем кто будет отвечать на вопросы моих предстоящих тегов как я говорила стараюсь сделать их интересными ну и соответственно окончив это видео хочу поблагодарить всех кто меня послушал кто дослушал до конца хочу пожелать вам легких петелек прекрасных изделий здоровья и всего самого наилучшего всем пока